Итак, народ, всем привет! С вами снова Бон. Видео сделано для ресурса rhbz.org И сегодня перед вами блок питания от сервера Fujitsu Siemens RX300S3. Вот на работе у нас немножко проводились работы. И я его пока выдрал для чистки. Блок питания практически, не практически, а 32,5 см. Вот это вот только часть. Большой довольно, увесистый. Весь чуть ли не как у кирпича. Ну это так я утрирую. Вот сейчас я вам покажу поближе этикетку. Так вот. Fujitsu Siemens оригинальный. Ревизия 0.1. Парт номер PS3601 1F. Ну в общем, телетилитра левали. И на все про все у нас 600 Вт максимум. Вот. Блок питания этот был в эксплуатации лет, наверное, 7 или 8. Один раз за все это время разбирался и чистился. Ну где-то года, наверное, два, может три назад. Вот честно сказать, не помню. Но это не важно. Сейчас мы будем его курочить и смотреть, что у него внутри. Курочить мы его ломать, естественно, не будем. Просто откроем, посмотрим, что с ним произошло за все это время эксплуатации. Вот. И, скажем, вот так вот. И у нас на работе где-то года три назад был ремонт. И все сервера были запитаны тупо шпаклевкой. Вот. И вот он пережил все это дело. Сейчас посмотрим, что вот теперь сейчас с ним, с этим блоком питания. И насколько он живой внутри. Так. Сейчас я возьму отвертку и будем мы его разбирать. Так. Не угадал я с отверткой. Распробуем, пойдет это. Так. Не пойдет. Так, вот это. Ну, давайте будем крутить вот это отверткой. Нам сейчас, наверное, будет раз, два, три сверху болта. Три болта сверху выкрутить. Вот так. Блок питания, кстати, наверное, все-таки китайский. Что-то я не посмотрел, где он сделан. Ну, судя по... Да, мы это нечаянно. Судя по китайским эроглифам, как бы было и так понятно. Так сказать, на хрена козе баян. Так, так, так. Что-то крышка так плотно. Болты плотно подходят. Как бы резьбу не слезать. Вот уже оно началось. Началось немножко слизывание резьбы. Вот, как я уже говорил, его вскрывали, потому что вот пломба была. И она была вскрыта. Ну, в общем, не суть уже в любом случае он давным-давно не на гарантии. Сервер уже как бы списывать даже пора. Своё он отходил. Апгрейд, делать его апгрейд абсолютно нет смысла. Так. Вот, как видите, ещё следят шпаклёвки. Плохо, видимо, почистили мы его. Ну, не суть. Сейчас мы его открываем. Открываем. Так, да-дам. И видим внутри такой небольшой пыльный ад. Вот. Куле просто так тоже не снять. А решил я его разобрать, почему. Потому что от кулера очень идёт сильная вибрация. Когда включается сервер, кулер почему-то начинает очень серьёзно так работать, скажем так. И начинается прям вибрация. И этот один сервер из-за этого шумит чуть ли не как целая серверная. Вот. Ну, это, конечно, образно, но всё равно очень сильно шумит. Вот. Большая часть серверов у меня приехали тихие. Диодовая кондиционера стоит. Поэтому вот так. Так. Так, так. Ну. Конечно, тут грязюки немало. Наверное, всё-таки надо как-то отскоблить и отключить вентилятор. Кстати, не знаю, компаунд, силикон или чем тут оно заделано было. Уже просто-напросто сыпется. Так. И, наверное, просто так мне его не снять. Так. Очень интересно всё. Залито, кстати, хорошо. Очень хорошо. Так. Так. Отковыриваем. Так. Отковыриваем. Буду я его потом, этот блок питания, чистить и возвращать на место. Это потому что всё-таки с сервера необходимо вытащить некоторые данные. Так. Ну давай. Снимайся. Так. Вот я должен точно сняться. Угу. Классно. Снялся только с ножками. О. Точнее, с подложкой. Ну не суть. Да, как же теперь назад-то. О, блин. Мастер, лэмастер. Куручильщик. Ну ладно. Не суть. Убираем вот эту часть. Она нам сейчас абсолютно не нужна. Ну вот, довольно-таки очень плотный монтаж. Я бы сказал. Даже очень плотный. Конденсаторы. Конденсаторы. Вот сколько бы я не разбирал. Многие блоки питания. Там дельтовские, вообще серверные. Блоки питания. Везде стоят конденсаторы. Фирмы Ниппанчемикон. Вот они и самые. Блок питания 450 вольт. Ой, извиняюсь. Блок питания. Конденсаторы 450 вольт. И 330 микрофарад. Два конденсатора, судя по всему, стоят в паре. Блин, блок питания грязнючий. Вообще до жути. Так. Здесь тоже везде, везде все залито компаундом. Здесь, смотрите, плата. Вообще жесть. Плата жутко засрана. Это все, это все не пыль. Это все шпаклевки. Не знаю, то ли плохо почистили. И пыль, и шпаклевка. Вот пальцы, видите, какие белые грязные. Вот. В общем, довольно жестко так его этот блок питания, скажем, засрало изнутри. Так. Вот здесь вот стоят силовые ключи. Раз, два. Раз, два. Три. Вот вижу. Три. Наверное, еще должен быть один. Но вот что-то не вижу. Сейчас мы немножко посветим фонариком. Так, так. Движу только три. Так, и сейчас я еще не знаю силовой ли это ключи, потому что мне не видно. Движу только три. Вот. Только три. Сейчас попробуем, не знаю, как-нибудь вытереть. А еще, если честно, я не совсем понимаю, как его мыть. Потому что по-хорошему я взял бы просто под краном воды, его помыл бы и не парился. Вот. Ну, так. Так, 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 так. Ага. Сейчас мы возьмем эту пинцет, протрем ее, запропиваем с серпусом, и посмотрим, как оно пойдет дальше. Да, серьезно. Серьезно, серьезно. Так, пинцет, 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 пинцет. Вот. Это я вот руками вату держал, она вон уже черная. Блин, пыль вообще сыпется везде, отсюда, куда только можно. Блин, еще забыл прикол показать. Когда, как только подключаете питание к этому блоку, сразу начинает работать вентилятор, кулер на протяжку. Вот. Не знаю, должно ли оно быть так, но это все очень-очень весело. Так. И у нас стоит, судя по всему, транзистор 20N60C3. И вот, не знаю, сейчас попробую навести, будет ли видно или нет. Вот, наверное, будет сейчас. Вот, уберу проводки. Вот, наверное, видно. Может, и не видно сейчас. Поправлю лампу. Ну, вот, наверное, все-таки видно. 20N60C3. Ну, вот, не знаю, что это за чудо-транзисторы такие. Вот, все сделано на охлаждении, на радиаторах. Сейчас я... Обзор, конечно, мой, наверное, ни о чем. Но не важно. Вот такой вот входной фильтр у него. Дельта Электроникс. Понятно. Значит, блок питания дельтовский. Вот. Но под брендом Fujitsu. Кстати, есть, не знаю, как у остальных... Ну, точнее, не как у остальных. А вот я заметил, что у Fujitsu нет такого принципа, что если товар выпускается для них, ну, допустим, делают только для них, то они не маркируют, что это, допустим, блок питания дельта или еще что-то. Они пишут, что это их бренд. Под их брендом все идет. И найти аналог периодически очень бывает сложно. Вот. Если, допустим, взять другие сервера, то, допустим, которые идут под брендом IBM, под брендом Destino, у них блоки питания прямо идет написано Delta Electronics, тролевали, модель блока питания. И следом там IBM, тыры-пыры, там серийный номер, парт номер и прочая всякая маркировка. А вот здесь вот, если бы они посмотрели по этому фильтру, абсолютно невозможно понять, что это дельтовский блок питания. Хотя, я не знаю, выпускают ли какие-то другие поставщики именно вот серверные блоки питания. Скорее всего, их, наверное, очень-очень мало. Вот так что, вот такие вот пироги. Давайте я сейчас, наверное, знаете, еще что сделаю. Сейчас мы открутим верхнюю крышку радиатора. Я так полагаю, она снимается. Вот это мне сделать не жалко. Это я могу свободно. Все на термопасте, которая, наверное, в 10 раз уже высохла. Да, действительно, все на термопасте. Ну, вот термопаста, да, термопаста сухая. Ну, что поделать. Так, вот здесь спрятались еще детали. Ну, что у нас, дроссель имеется. Стоит. Стоит дроссель. Внутренная на шим-контроллера. Я сейчас, к сожалению, не вижу. Сейчас. Надо Счистить. Так, чтобы ничего не сломать и не расковать. Так, сейчас еще протрем сразу. Вот, к сожалению, вот такая вот петрушка. Так, Firechild-овский чип. Блин, я еще и вляпался в термопасту. Ну, ладно. Сейчас мы приблизим. Вот такой вот. Chief Firechild PGE 30 AG FAN 4810 N Вот, я не знаю, что это за микросхема. Потом погуглю. Вот, и уже будет потом понятно, что это такое, с чем едят. Так, вот еще один какой-то дроссель. Внутри. Внутри, внутри. Видимо, вот это диодный мост. 4-пиновый, мощный. Не знаю, ампер, наверное, на 50, не меньше. Вот, серьезный такой. Диодный мост. Вот, так, вот тут у нас еще микросхемка небольшая есть. Так, сейчас я еще другую вату в спирт моткну. Почистим. Дам. Так, вот у нас еще вот тут микросхема. Так. Не видно. Сейчас еще потрем. Точнее, оно видно, но что-то тут с одного боку наляпано. Ага. Это LM393NG. Вот такая вот микрохо. Ну, в общем, деталей много. Монтаж плотный. Говорить ничего не буду. Буду чистить, потом делать фотографии. Будете просто потом смотреть фотографии. Блок питания надо разбирать полностью. Вот, и ничего с этим, к сожалению, не поделать. Вот, разбирать. И уже затем чистить. И уже после чистки я сделаю нормальные фотографии, на которых можно будет посмотреть. Уберу, сниму фильтр. Сниму то-се. В общем, полностью вону плату. Вот тут тоже на двух платах набрано. Одна нижняя, одна боковая. Не знаю. Или наоборот. Точнее, это боковая, это нижняя. Вот, посмотрим. Тут она, конечно же, не разъемная. Такие мощные шины. Ну, в общем, посмотрим, что это такое, с чем едят. И уже дальше будет еще дальше небольшой обзор компонентов. Но, если честно, я не знаю даже, как его чистить. Вот, такая вот печалька. Где-то порядка 8 лет блоку питания. Так, народ, наверное, давайте мы его все-таки подключим, этот блок питания. Вот, я вам покажу, что кулер действительно жужжит при просто подаче питания, даже несмотря на то, что он не в сервере. Вот, потому что может после чистки случиться такое, что он пристанет жужжать. Вот. Включаем наш... Включаем питание. Вот, как видите. Жужжит очень хорошо. Дует хорошо. Очень хорошо. И вибрирует хорошо. Вот, почти взлет с самолета. Так, сейчас камерку повернем. Отключаем наше питание. А он продолжает тарахтить. Оп. О, все остановился. Конденсаторы разрядились. И блок питания остановился. Еще раз. Еще раз. Вибрирует. Вот, очень сильная вибрация от него идет. Вот. Не знаю, может... Возможно, просто уже подшипник разбитый. Поэтому, как бы за... 7 или 8 лет никто просто не менял. И кулер. Вот. Не разбирал, не перебирал этот... Вентилятор. Ну, вот теперь точно. На этом мы прощаемся. Вот. Всем пока и удачи.